Глава двадцатая Второй книги Пралипоминон И убоялся Иосафат, и обратил лицо свое взыскать Господа, и объявил пост по всей Иудее. И собрались Иудеи просить помощи у Господа, из всех городов Иудиных пришли они умолять Господа. И стал Иосафат в собрании Иудеев и Иерусалимлян в доме Господнем пред новым двором, и сказал, «Господи, Боже, отцов наших, не ты ли Бог на небе? И ты владычествуешь над всеми царствами народов, и в твоей руке сила и крепость, и никто не устоит против тебя. Не ты ли, Божий наш, изгнал жителей земли сей пред лицом народа твоего Израиля и отдал ее семени Авраама, друга твоего, навек? И они поселились на ней и построили тебе на ней святилище во имя твое, говоря, «Если придет на нас бедствие, меч наказующий, или язва, или голод, то мы станем пред домом Сим и пред лицом твоим, ибо имя твое в доме Сем, и воззовем к тебе в тесноте нашей, и ты услышишь и спасешь». И ныне, вот аммонитяне и мавитяне и обитатели горы Сеира, через земли которых ты не позволил пройти израильтянам, когда они шли из земли египетской, а потому они миновали их и не истребили их, вот они платят нам тем, что пришли выгнать нас из наследственного владения твоего, которое ты отдал нам. «Боже наш, ты суди их, ибо нет в нас силы против множества сего великого, пришедшего на нас, и мы не знаем, что делать, но к тебе очи наши». И все иудеи стояли пред лицом Господнем, и малые дети их, жены их и сыновья их. Тогда на Иоазиила, сына Захарии, сына Ванеи, сына Ие-иела, сына Матфании, левита и сынов Асафовых, сошел дух Господень среди собрания, и сказал он, «Слушайте все, иудеи и жители Иерусалима, и царь Иосафат, так говорит Господь к вам, не бойтесь и не ужасайтесь множества сего великого, ибо не ваша война, а Божья. Завтра выступите против них, вот они всходят на возвышенность Циц, и вы найдете их на конце долины перед пустынею и Еруилом. Не вам сражаться на сей раз? Вы станьте, стойте и смотрите на спасение Господне, посылаемое вам. «Иуда и Иерусалим, не бойтесь и не ужасайтесь, завтра выступите навстречу им, и Господь будет с вами». И преклонился Иосафат лицом до земли, и все иудеи и жители Иерусалима пали пред Господом, чтобы поклониться Господу. И встали левиты из сынов Каафовых и из сынов Кореевых хвалить Господа Бога Израилева голосом весьма громким. И встали они рано утром и выступили к пустыне Фикойской. И когда они выступили, встал Иосафат и сказал, «Послушайте меня, иудеи и жители Иерусалима, Верьте Господу Богу вашему, и будьте тверды, верьте пророкам Его, и будет успех вам». И совещался он с народом и поставил певцов Господу, чтобы они в благолепии святыни, выступая впереди вооруженных, словословили и говорили, «Славьте Господа, ибо вовек милость Его». И в то время, как они стали восклицать и словословить, Господь возбудил несогласие между аммонитянами, муавитянами и обитателями горы Сеира, пришедшими на Иудею, и были они поражаемы. Ибо восстали аммонитяне и муавитяне на обитателей горы Сеира, побивая и истребляя их. А когда покончили с жителями Сеира, тогда стали истреблять друг друга. И когда иудеи пришли на возвышенность к пустыне и взглянули на том многолюдство, и вот трупы, лежащие на земле, и нет уцелевшего. И пришел Иосафат и народ его забирать добычу, и нашли у них во множестве и имущества, и одежды, и драгоценные вещи, и набрали себе столько, что не могли нести, и три дня они забирали добычу. Так велика была она. А в четвертый день собрались на долину благословения, так как там они благословили Господа. Посему и называют то место долиной благословения до сего дня. И пошли назад все иудеи и иерусалимляне и Иосафат во главе их, чтобы возвратиться в Иерусалим с весельем, потому что дал им Господь торжество над врагами их. И пришли в Иерусалим с псалтырями и цитрами и трубами к дому Господню, и был страх Божий на всех царствах земных, когда они услышали, что сам Господь воевал против врагов Израиля. И спокойно стало царство Иосафатова, и дал ему Бог его покой со всех сторон. Так царствовал Иосафат над Иудею. Тридцати пяти лет он был, когда воцарился, и двадцать пять лет царствовал в Иерусалиме. Имя матери его — Азува, дочь Салаила. И ходил он путем отца своего Асы, и не уклонился от него, делая угодное в очах Господних. Только высоты не были отменены, и народ еще не обратил твердо сердца своего к Богу отцов своих. Прочие деяния Иосафата, первые и последние, описаны в записях Иеуя, сына Ананьева, которые внесены в книгу царей Израилевых. Но после того вступил Иосафат, царь Иудейский, в общение с Ахозию, царем Израильским, который поступал беззаконно, и соединился с ним, чтобы построить корабли для отправления в Фарсис. И построили они корабли в Ецион-Гавере. И изрек тогда Елизер, сын Додавы, из Мореши, пророчество на Иосафата, говоря, «Так как ты вступил в общение с Ахозию, то разрушил Господь дело твое». И разбились корабли, и не могли идти в Фарсис.